Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гуралье и со мной историк-политтехнолог Давид Эдельман. Давид, добрый вечер. Добрый вечер. Давид – наш министр по делам религии Кахана, который прославился тем, что весьма и весьма по-передовому мыслит, он затеял реформу Кашрута, он анонсировал облегчение перехода, облегчение Гиюра, перехода в Гиюр. То есть человек, который вроде как подавал такие оптимистические надежды и вдруг сейчас заявил, что надо бы вообще-то пересмотреть закон о возвращении. При том, что уже неоднократно упоминали закон о возвращении в том его разделе, где касается приезда репатриации в Израиль внуков евреев. То есть те люди, которые являются как бы самой-самой-самой последней категорией, которые имеют право на возвращение. Что же случилось с господином Каханой? Знаете, господин Кахана, как и он передовой, не передовой, он принадлежит к религиозной партии. Партия, от которой у нас сейчас премьер-министр, это религиозная партия. Что забывают те, кто с ним богатся из-за религиозного лагеря. Но у нас первый раз премьер-министр, во-первых, в кипе. Во-вторых, он первый раз представитель, лидер религиозной партии. Можно даже добавить... Ну, это партия религиозных сионистов, то есть они религиозные, конечно. Но они, скажем так, как иногда говорят, что они религиозные с человеческим лицом. Ну, они ортодоксы во всем, что касается... То есть аллахической версии иудаизма, они ортодоксы, да. То есть они не ультра-ортодоксы, как, допустим, этот еврейство Торы. Они не такие, как ШАС. Хотя большая часть избирателей ШАС, они не ведут ортодоксальный образ жизни. Но они именно поддерживаются ортодоксальных норм. И их избиратели тоже. Поэтому у Каханы, нового министра, есть несколько своих пунтиков. Несмотря на то, что он не просто прогрессивный с нашей точки зрения, он заслужил то, что называется Дин Родеф от группы раввинов, которые приговорили его к смерти. То есть что обозначает эта вещь? Это обозначает, что если человек, если раввины приговаривают кого-то к такой вещи, то это обозначает, что они легитимизируют его убийство. То есть тот, кто совершил... То есть араввинов за это нельзя, как бы за ушкода на солнышко, нет? Вот сейчас этим Шабак занимается. В любом случае Шабак приставил к нему усиленную охрану. Вот. И глава Шабака его предупредил, чтобы он относился к этому серьезно. И представители Шабака сообщили в прессе, что это первая такая серьезная угроза со стороны раввинов после убийства Рабина. Причем в данном случае это не какая-то левая сволочь, что называется. Я кавычка говорю. А это, так сказать, плоть от плоти, кровь от крови. То есть свой, как бы, кружуинский. Да, свой. Но я не знаю, вот я когда-то в 90-е годы работал с Корпусом мира в Средней Азии. И вот умные американцы, они ставили такие теоретические вопросы перед этими людьми, которые волонтерами, которые ехали в разные точки, типа Таджикистана и так далее. Вот если и поднялся, начался артобстрел в кишлаке, где надо прятаться? И умные американцы говорили, наверное, надо прятаться в мечети, потому что по мечети мусульмане стрелять не будут. А то, что суниты с шуитами просто за милую душу взрывают мечети? Нет, там были две группы сунитские, хотя и таджики, но в любом случае во местных разборках по мечети они стреляли в первую очередь. Прятаться надо было в чайхане, потому что и те, и другие знали, что после того, как они захватят кишлак или удерживают кишлак... Надо же где-то чаю попить, покушать. Чаю попить и покушать. Так вот в этом отношении самые жесткие разборки, это разборки между теми, у кого религия разного калибра. Не между религиозными, светскими. И пейсы разной длины? Да, а между теми, у кого религия разного калибра. И в этом отношении Матангахана, этот министр, он как раз попадает под эту раздачу. Уже создан штаб по борьбе с ним, опять-таки легитимный. Есть эта легитимизация его убийства, тайная, которая доносит ему, типа, ревнителям вера, хотите, убивайте. При этом, значит, он, несмотря на то, что он сам такой уже изгой в собственной среде, он все-таки думает, как бы других сделать изгоями, то есть наехать на пункт о внуках. Теперь пункт о внуках подвергается сомнению с начала существования государства Израиля. Собственно говоря, когда был создан закон о возвращении, он был создан по одной модели. По модели немецких нюрнбергских законов. Все, кто по немецким нюрнбергским законам подвергал репрессии, подлежал репрессии. Под словом репрессия мы понимаем уничтожение. Уничтожение, концлагерь и так далее. То есть все подпадали под закон о возвращении. Если они были вполне кошерны для уничтожения немцами, то они вполне кошерны и для того, чтобы получить гражданство государства Израиля. То есть по немецким нюрнбергским законам внуки евреев подвергались ликвидации точно так же, как дети. И поэтому четвертинка, что называется, еврейства, она уже делала человека подлежащим санкциям, концлагерью и дальнейшему уничтожению. Поэтому именно так в Израиле было решено, что они должны иметь право на репрессию. С тех пор споры об этом идут многие-многие годы. В 90-е годы, когда я попытался заинтересоваться этим вопросом, я спросил моего учителя израильского, который ввел меня в израильскую политику, адвокат Дани Блюз, советник Эфраема Снея, и человек, который вообще очень много сделал для репетриантов, хотя это постоянно подвергался нападкам в русскоязычной прессе. Ну, как обычно. И я его спросил, вот этот пункт о внуках, спорит о нем в 90-е годы. Он мне сказал, ты знаешь, у меня есть по этому поводу мнения, даже два, они противоположные. И я с двумя с ними не согласен. Поэтому, поскольку, в принципе, этот тезис о внуках, он всегда вызывает даже у одного человека два мнения противоположные, и которыми ты оба с обоими, в принципе, не согласен, потому что оба можно обспорить. И ты знаешь доводы и в ту, и в другую сторону, этот пункт и не трогает. Теперь сам Кахана, министр, который сказал, что надо поменять, он тут же добавил, что в этом правительстве мы это сделать не сможем, в этой коалиции мы это сделать не сможем. То есть он чисто теоретически, когда думает об идеальном мире, вот в идеальном мире, наверное, этого пункта не должно быть. И он в этот момент спрашивает, а все-таки, если внук евреев будет подвергаться антисемитизму, он говорит, ну, конечно, мы тогда найдем рамки, при которых мы отпустим. Теория, как говорил дедушка Ленин, теория без практики мертва. То есть я думаю, что он может теоретизировать сколько хочешь, фантазировать сколько хочешь, там у себя там во время длительных бдений и молитв в синагоге, он может думать о чем угодно. Но когда государственный служащий в ранге министра произносит такие слова, то значит это кому-либо нужно. А особенно остро эти слова звучат на фоне того, что буквально неделю, там, две недели назад правительство приняло решение о очередном привозе, очередной партии так называемых фалашмуры, которые вообще никакого отношения к евреям не имеют, которые там родственники дальних родственников, друзей, бывших друзей евреев и так далее. То есть вообще никакого еврейства нет, однако их привозят, выделяют на это большие деньги. И тут министр заявляет, а вот сейчас мы подумаем насчет внуков евреев. Кому это выгодно? И почему это всплыло именно сейчас? Случайно с ним? Это в интервью его спросили, если бы его спросили месяц назад, он, я думаю, месяц назад бы сказал точно так же. Так нет, месяц назад он мог это сказать, но если бы он сказал до выборов, то это его личная трагедия. Сейчас он министр, если он это говорит, значит это имеет какой-то, так сказать, смысл. Ну, я помню, в 2015 году до выборов, когда они, ну, тогда еще еврейский дом, который возглавлял Беннет, потому что Беннет лидер не одной еврейской партии, а серии, которую он менял. Ну, он тусуется, так сказать. Одну за другой. Так вот, в его партии решили провести опрос, и опрос повели не это светские такие новости СМИ, а агрегиозный сайт с другим. И всем кандидатам-депутатам задали вопрос про гей-браки. И все жестко ответили позицию Аллахи. Ну, понятное дело. Ну, нет, какие-то... Вот. Беннету это сильно-сильно помешало, потому что он же позиционировался как лидер всего народа. А мнение в этом отношении по поводу гей-браков, оно сильно поменялось за последние два десятилетия. В нерелигиозной среде. Да, в нерелигиозной. Ну, общественный тренд. То есть, какой-нибудь Трафик Перетс мог себе позволять высказывание о том, что, слава богу, у меня с родственников нету геев. Но Беннет, который хочет быть лидером не только религиозных сионистов, но... И хочет выглядеть сионистом религиозным с человеческим лицом. Он такой, он и его партии. Так Беннет бежал на телевидение и объяснял, что у меня есть друзья геи, мы к ним хорошо относимся. То есть, я вообще-то... Мы вообще-то можем воздержаться при голосовании. То есть, в принципе, я евреев, что-то напоминает, да? Я евреев не люблю, да? Но вот у меня есть хорошие друзья евреи, вот к ним я хорошо отношусь, да? Ну, Трафик Перетс готов. И дальше он сказал такое, «А вальешь ли кипа оба лягуш?» Ну, типа, ну, у меня же есть кипа на голове. То есть, у него есть ретодоксальная позиция. Теперь, Кахана, который говорит об увеличении, улучшении геюра, усилении геюра, его спрашивают, ну, вот, может быть, уменьшить требования, потому что там задают вопросы, и привели целый ряд вопросов, вот сегодня на Решатбе, там он задавал вопрос, привели целый ряд вопросов, на которые не каждый раввин ответит, а должна ответить, извините, объюренная шикса с Украины, да? Она должна ответить на вопросы... Сколько, Давид, извини, перебиваю. А вот эти темнокожие ребята, которые их привозят сейчас, вот из-под этих лагерей, в которых они там пребывают, они тоже так же проходят вот этот геюр? Они тоже так же отвечают на эти вопросы? Люди, которые читать не умеют, они... Я в этом категорически не уверен, и ничего не могу сказать по этому поводу, честно. Но они-то проходят геюр по-зеленому, да? То есть, вот так, на раз. То есть, их приводят пачками, да? Пачками агиюривают, и они пошли. Все, они уже все в кипах. Да, а тут он говорит, ну, должна ли эта женщина, которая проходит, ну, в принципе, в первую очередь, так, религиозный мир заботится о женщинах? Потому что мужчина тут мало галевантен. Вот. А чтобы женщина, это будущие дети, и так далее. А должна ли вот молодая девушка знать вещи, которые не всякий раввин знает? Ну, понятное дело, что большинство евреев в Израиле, которые евреи по всему, да? Они это не знают. На что он отвечает? Ну, типа, извините меня, но для меня еврей, это либо тот, кто прошел это, как его, либо отмородился от матери еврейки, либо прошел гиюр по Аллахе. То есть, тяжкий путь познания. И никак иначе. То есть, еврей, который родился от матери еврейки, он вообще может быть атеистом. И он остается евреем, да? А вот тот, который хочет пойти через гиюр, он должен знать вот те знания, которые, в принципе, знает раввин, да? И то не всякий. Вот. Потому что... И он говорит, что других вариантов нет. Ну, вот это... Вообще, в старые добрые времена бывали. И за пределами Израиля есть другие варианты. Да, есть и другие варианты. Есть и другие формы гиюра. Есть и раввине-реформистский гиюр, консервативный гиур и так далее. Но его в Израиле не поизнают. И, в принципе, это вот такой вот у нас внутриизраильский консенсус. Потому что в самом начале, когда возникали споры, Бен-Гурен об этом четко сформулировал. Он сказал, я не хожу в синагогу, но я хочу, чтобы та синагога, в которую я не хожу, была актодоксальной. То есть, настоящей, да? Поэтому, типа, реформисты и консерваторы, они не настоящие. Хотя, опять-таки, их форма иудаизма, она гораздо более способна к современной жизни. Мы сейчас не будем спорить. Вот эти вот, так сказать, схоластические религиозные споры, нам сейчас это, в общем-то, мало интереса. Меня интересует политическая подоплека. А политически все правильно, все просто. Во Франции, для того, чтобы гражданин Франции обладал полнотой прав гражданина, он не должен быть католиком. В России, чтобы человек обладал полнотой прав гражданина, он не должен быть православным. Окей. Почему в Израиле, для того, чтобы жениться, разводиться, там, поступать на те или иные работы, потому что у нас ведь не евреев, на некоторые работы не берут, да? Принципиально это внутренняя инструкция. Он не должен быть иудеем. Ребята, дайте полноту прав каждому гражданину, а взаимоотношения человека с Богом, это его личное дело. Захочется он проходить, не захочется он проходить. Есть огромное количество и парней, и девушек, и девушек больше, которые в армии проходят ги-юр. Ну, то есть, из таких семей. И ничего страшного, они хотят, они проходят. Опять-таки, большинство из тех, которые проходят в армии, они ведь не думают дальше жить по тому уставу, который они взяли на себя, обязательства. Да? А это обозначает, что даже в самом лучшем варианте вот этот армейский ги-юр, государство предлагает человеку, молодому человеку, ну, взять на себя обязательства, которые он будет нарушать. Государство склоняет его ко лжи. И это очень плохая вещь. А по большому счету, политически, есть только одна вещь. Политически, а схуёт ли коле зрах, а инцорах бы ги-юр. А права каждому гражданину, и нет необходимости в ги-юре. Точка. Но если не будет необходимости в ги-юре, то без работы останется очень большая группа сильно занятых товарищей. Я думаю, что в этом секторе очень много людей, которые без работы. И об их трудоустройстве это отдельный разговор, который в этой передаче не поместится. И твой прогноз, господин Беннет выступит на эту тему? Или сейчас ему не до этого? Он пропустится. Он пропустится, чтобы не снижали себя? Сегодня, извините, Беннет впервые по одному из запросов Мадада произошёл на Таньягу. Кого бы вы хотели видеть, премьер-министр, он получил 55%. Но при этом его партия ещё никогда не проходила электоральный объект. Ровно то большинство, которое не хочет на Таньягу, оно считает, что Беннет более приемлемый вариант. Если бы там были ещё Лапид, Либерман, ещё кого-то, то понятное дело, что Беннет бы упал в несколько-несколько раз. То есть, хочешь сказать, что это чисто с точки зрения политических технологий, как пишут в учебнике, что если бы против Натаньягу поставили табуретку и спросили, кого вы хотите, люди выбрали табуретку? Скорее всего, да. Ну что ж, тоже неплохой результат. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с политтехнологом Давидом Эдельманом. А наша программа продолжается.